Просчитать победные ходы за считанные секунды. Такая непростая задача стояла перед участниками всероссийских соревнований по быстрым шахматам. За награды турнира боролись школьные команды со всей республики. За ходом интеллектуальной игры наблюдали мои коллеги. Эту систему игры называют швейцарской. 7 туров по 10 минут и за это время шахматисты должны просчитать сотни комбинаций. Реагировать на ходы соперников необходимо мгновенно. Среди участников турнира и совсем юные шахматисты, первоклассники и те, кто этим видом спорта увлекается уже не первый год. Здесь не угадаешь, насколько опытный соперник сидит перед тобой за игровым столом. На этом турнире я играла только с девочками, но на других соревнованиях я играла и с мальчиками. И с ними игра была сложнее, так как они более сильные, чем девочки. Меня шахматные привлекли своей логикой, усидчивостью. Просто интересно, как в жизни идет борьба. Я еще ходила на танцы, но потом решила бросить. Четыре года назад награды этого турнира оспаривали 20 команд. В этот раз участников порядка 300 из большинства муниципалитетов республики, а также из Мариэлы, Воронежа. Михаил Игнатьев отметил, что количество шахматистов-профессионалов в регионе увеличивается. Среди них есть и кандидаты в мастера спорта. Проводятся десятки разных соревнований на разных уровнях. Федерация по шахматам тоже эффективно, результативно работает. А касаясь самих практически шахмат, это развивает мышление. С каждым годом хочу это потерпнуть. Все больше вовлеченных наших школьников. Глава региона вручил награды лучшим из лучших. По итогам турнира ребята из Чебоксар завоевали бронзу. На первом месте команда из Мариэл. Своим соперникам чемпионы ставили шах и мат за считанные секунды. То есть быстрее, чем длится этот сюжет. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.